Итак, дорогие друзья, все, извиняюсь за опоздание, мы начинаем 177 урок, 177 занятие мы начинаем по книге Мишлей. Все, но сегодня будет зато очень интересный урок, я хоть и позже начал, но именно все в этом мире должно сохраняться баланс. Вы знаете, вот очень интересная вещь такая, что именно все в этом мире сбалансировано, понимаете? То есть на каждое хорошее, вот ко мне сегодня письмо пришло с вопросом одним, и спрашивает одна девушка, говорит, вот искала-искала себя, значит, всю жизнь искала себя, потом нашла, вроде там какое-то дело нашла, занимаюсь им, получается, и скучно. Что, дальше себя искать? Я ей ответил, я говорю, что не надо себя дальше искать, потому что, что бы ты ни находила, пропорция всегда останется, 50 на 50, 50 процентов страданий, 50 процентов удовольствия. И ты должен выгребать свою зону страданий, ну не может быть другого, то есть нет такого, нет, мы живем не в раю, ни одного, ни человека, который бы жил бы на этой земле и не страдал бы, нету такого. То есть, поэтому смириться надо с ситуацией, что тебе что-то нравится, что-то не нравится, и относиться к этому нормально. То есть, сам поиск вот этого вот бесконечного счастья, он приводит к несчастью. Понятно, да, идея? Потому что ты все время испытываешь хессарон, недостаток, но есть крайность, буддизм, крайность, он говорит, вообще ничего не ищи. А иудаизм говорит, ищи золотую середину, чтобы у тебя было 50 процентов счастья, 50 процентов страданий, но эти страдания ты хотя бы понимаешь, за что страдания, почему страдания, где страдания, ну то есть, понятно, да? Все, значит, мы продолжаем. Кстати, у нас на странице ВАИКРа 5980 человекам нравится эта страница, а подписано уже почти 7000, а нравится всего лишь почему-то 5980. Пожалуйста, найдите кнопочку, что вам нравится страница ВАИКРа и, ну как бы, нажмите на нее, чтобы было подровнять числа, то есть, чтобы было там 7000 и там 7000, а то как, подписан, но не нравится, это неправильно, должно и нравиться, и подписан, и на обновление подписаться, потому что, в принципе, мы хотим сделать ВАИКРу, чтобы это был основной ВАИКРа, это Ива звал. Бог, как он взывает к людям, взывает к людям, первому человеку Адаму решен, он говорил, где ты, где ты? Он же не знал, где он, но когда человек, он начинает увлекаться чем-то, кроме общения с Богом, тогда он теряется от Бога, он как бы теряется, он потерянный. Хорошо, мы находимся в 23-й отрывок о Далит-Сарель, классно, да, на иврите, может, полезно будет для книги. Ну, я пока на русском, то есть, мне кажется, что есть 300 миллионов русскоязычных людей, среди них есть евреев русскоязычных, я думаю, где-то миллион, а может, 2 миллиона. А по последним данным, так 22. Почему 22? Потому что очень много, вот сейчас в нашем поколении очень много выясняют свои корни, и оказывается, что в Советском Союзе, это было 3 поколения назад, 75 лет назад, очень много было евреев, которые брали себе русские документы, брали себе и так далее, и если сейчас копнуть, сделать гинетический анализ, окажется, что, ну, то есть, по особенности смотреть по материнской линии, да что говорить, вон я ехал сейчас в Риме, водитель нас вез, русскоязычный парень, водитель, русскоязычный парень, и он такой говорит, ну, парень ему лет 50, он говорит, он говорит, а вы не знаете такого Леня, еврей-музыкант из Львова, 50-х годов рождения? Я говорю, нет, вообще не знаю, ну, откуда я знаю? Леня, музыкант из Львова, 50-го года рождения. А я говорю, ну, как-то я говорю, а чего? Он говорит, да это же мой папа, я еврей, говорит, оказалось. Я, меня всю жизнь говорили в семье, что ты, мол, ну, на еврея похож. Знаете, Львов, Украина, вот он, типа он хитрый, типа он такой грамотный, типа он все такое хочет, ну, как бы везде ищет какую-то эффективность, да, там все. Его называли в среде, там, в своей среде называли евреем. Он говорит, и я маме своей говорю, мама, ну, скажи честно. И вот мама ему уже, маме уже, пожилая мама, она ему сказала честно, что ты не от папы, а от Лени-музыканта-еврея, что ты у тебя папа-еврей. Вот, и он сейчас начал разыскивать своего папу, представляете? Вообще. Долит Сорель. Поэтому, если мы так посмотрим, то евреев намного больше. То есть, мама, мама не еврейка у него, украинка. Но опять, если у человека отец еврей, дедушка еврей и так далее, у него все равно есть еврейское что-то, что, которому 4 тысячи лет. Кто такой еврей? Это Авраам Авину, был первый еврей. Он перешел на другой берег от всего мира. Он сказал, что я, у меня есть одно направление, какое к Богу. И по большому счету, евреи это генетические потомки Авраама, которые, которые могут, имеют внутри вот эту силу идти против всего мира. А во вторую очередь, евреи это те, кто получили, потом был, следующий этап, получили Тору на горе Синай, получили Тору, и весь народ общался с Богом, и стал народом священником. И сейчас любой человек может пройти эту же инициацию, процедуру, приняв Тору, как евреи приняли на горе Синай, и, значит, приняв Тору, и став Исраэль, да, евреи. Но интересно, что те, кто проходят Ди-Юр, те, кто проходят Ди-Юр, они называются Бен Авраам, сын Авраама. Сын Авраама и сын Сары. То есть Авраам и Сары это были первые, которые выбрали для себя главным в жизни, это дорога к Богу. И тот, кто выбирает для себя главным в жизни, дорога к Богу, он становится потомками Авраама и Сары. И система, операционная система, которую он ставит себе в голову, называется Тора. То есть где полностью перечислено, не перечислено, она как бы дает интерфейс взаимодействия с Богом в той реальности, в которой мы живем. Вот что такое, в принципе, быть евреем. Хорошо. Двигаемся дальше. И мы находимся сейчас на каком отрывке? Мы находимся на отрывке, как бить надо сына, подростка, который зашел с пути, и надо не жалеть палку, все равно он не умрет, типа ты его так сильно, мол, не умрет он, если его сильно бить. Но этим ты его спасешь, потому что ты подросток, он неуправляемый. Подросток, у него его животная натура, она в этот момент, как знаете, находится на стимуляторах. То есть у него начинают гормональные вот эти вот изменения. И он не просто его внутренняя вот эта вот лошадь, животная, оно есть. А оно просто его разносит в сторону. А управляющий вот этот всадник, у него всадника нет. Всадник еще не, он не разбирается, куда ехать, где правда, где неправда, что правильно, что неправильно. И подросток, он попадает под влияние окружающего мира. И, то есть, ну, царь Сламон говорил, что его нужно палкой загнать в стойло и, значит, и бить. Но сейчас раньше было чуть по-другому, ему некуда убежать было. То есть сейчас, как бы, этот метод, я думаю, что царь Сламон его бы чуть-чуть уточнил, потому что на то время подросток, если он уходил из семьи, то все, его жизни был конец. То есть если за него семья не заступится, то есть был мир детей, клановая система, рода и так далее. Если он в своем клане, он перестает слушаться старших, его изгоняют. А другой клан его тут же забирает, крадет в рабство и все. И он бесправный и мертвый. Поэтому раньше этот метод хорошо работал. Сейчас, я думаю, его лучше напрямую не применять. Хорошо, значит, и вот мы дошли до отрывка. Теперь пошел позитив, 15-й отрывок. То есть дальше эта глава посвящена воспитательным во многом вопросам. И дальше как бы от имени отца, от имени отца. Но это может быть переносное значение еще от имени Бога. Бни говорит. Им хахам лебеха. Сынок, сын мой. Если хахам, если мудрое твое сердце, и смах леби гамани. Тогда будет радоваться сердце мое, так же и я. Дословно, да? Сынок, если станет мудрым твое сердце, тогда будет радоваться сердце мое и я. Значит, здесь мы первое, что видим, что есть я, а есть сердце мое. То есть здесь еще раз есть вот это вот разделение, кто такой человек. Это очень важный вопрос, кто такой я. Когда человек говорит я, что он имеет в виду? Я это мое тело, я это мои желания, я это мои устремления. Или я это тот, кто всем этим управляет. И вот этот вот подход иудаизма, что я это тот, кто над всем этим. То есть есть мое тело, есть мое сердце. Мое сердце это мое мышление, которое 50 тысяч мыслей в день всплывает из подсознания в сознание. А что в подсознании? Я сейчас месяц записываю свои сны. Первая минута после пробуждения, если ты сразу же открываешь глаза и начинаешь писать, ты можешь записать, вспомнить, что тебе снилось. Потом через минуту уже все теряется. Это вообще просто капец. Мне сегодня снилось два брата-близнеца-марафонца, которые бежали в марафон в лесу и которые говорили мне, что они хотели пройти Ди-Юр. Кстати, интересно, сегодня мне снилось сон про Ди-Юр. И, значит, какая-то они из белорусской деревни. В общем, это только часть сна, потому что остальные части вообще не были связаны с этими близнецами-белорусами-марафонцами, которые хотели пройти Ди-Юр. Но, то есть, в сердце человека совершенно неуправляемый набор раскадровок, файлов, кадров, мыслей, правил, убеждений. То есть, все прошлое человека запоминается и оно находится в базе данных, в подсознании. Теперь, вот эта база данных, она скрыта, она в подсознании. Теперь сознание, оно управляет в бодрствии, а не окружающим миром. А окружающий мир вообще не под контролем человека. То есть, тут зашел, тут позвонил, тут песню сочинили, тут телевидение, тут выборы, тут и так далее. То есть, окружающий мир, он твое сердце растаскивает, у тебя изнутри все время рвутся какие-то вот эти вот раскадровки, которые вообще непонятные. И как все это собрать вместе? Что это сердце? Внимание? Нет, сердце это как раз вот это вот мышление. Много замыслов в сердце человека. Сердце, наизоте мудрецов, это полностью мышление. Не сознание, а именно вот это вот подсознание, то, что называется подсознание. Это сердце. В Шма-Эс-Раэль мы говорим, каждое утро и каждый вечер даем себе установку такую, аффирмацию. Да, молитва такая главная. Шма-Эс-Раэль утром, шма-Эс-Раэль вечером. И там есть слова. И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Потому что если я влекомый сердцем, то я вообще не знаю, какие раскадровки из меня поднимутся, какие ассоциации. Если я влекомый глазами, тогда меня могут глаза повести куда угодно. Тоже полностью неконтролируемая реактивная жизнь. А что такое управляемая жизнь? Будет у тебя на концах одежды кисть цицит. И будет у тебя в этой кисти цицит птиль тхелет. Тхелет это дословно голубой цвет. Но есть еще тхелет название тахлит. Цель. И будет у тебя на цицит, на этой вот кисть, вот такая вот кисть, голубая нить. У меня нет этой голубой нити. Ну, это отдельная история, почему нет. Но и будешь смотреть на них, и будешь вспоминать все заповеди Бога, и не будешь блуждать влекомый сердцем и глазами. То есть идеальный вариант, когда человек, он выстроил у себя внутри полностью свою систему координат. Вот есть Бог. Вот есть впереди у меня вечность. Вот есть Тора. Вот есть мое тело. Вот есть мое мышление, которое вообще запрограммировали непонятно когда. Вот есть Тора. Это я ее изучаю, чтобы понимать, как мне действовать в этом мире, чтобы пройти свой жизненный путь и перейти в духовный мир максимально эффективным путем. Золотая середина. Я не контролирую внешний мир вообще. Я не контролирую даже свой внутренний мир. Тоже вообще. Сердце. Но я хотя бы пытаюсь все это собрать в единое целое на базе системы, которую дал Бог. Тора. Проверенная. Печать проверенная. Это самое, знаете, как программное обеспечение. Проверено 4000 лет experience. Это самая вечная, самая жизнеспособная, самая крутая система прохода через этот мир, которую имеет еврейский народ. И он доказал свою эффективность, свою вечность, свою уникальность, свою... Но именно это Тора. Не еврей как еврей, а именно Тора как Тора, которая... То есть человек это не тело. Возьми любого еврея, помести его в лес, и получится нормальный Маугли. То есть без Торы еврей, он просто Маугли. Называются те евреи, которых воспитали по нееврейской системе без Торы, они называются украденные дети. Маугли. Конкретные Маугли. То есть я Маугли. Меня с детства воспитывали. Про Торы ничего не рассказывали, рассказывали про пионеров, про комсомольцев. Про Маугли рассказывали. Я очень хорошо знал историю про Маугли. Вернемся к Мишли. Вот это Тора. Это Тора. И говорит нам царь Соломон так. Отец, вот этот отец, который бил своего сына и воспитал его по Торе, он говорит ему, им хахам лебеха, если твое сердце, оно заполнилось хохмой, вот этой божественной мудростью, и смах леби, тогда будет радоваться и мое сердце. То есть цель воспитания это передать воспитуемому, вот этому воспитаннику, передать систему координат и отпустить его. То есть цель воспитания это не держать все время на контроле того, кого ты воспитываешь. А цель воспитания это передать вот этому вот сыну, своему ученику, своему воспитаннику, передать систему координат, и он эту систему координат берет и в свое сердце впечатывает, в свое мышление и дальше эта система координат она начинает управлять человеком и говорит царь соломон то есть этими словами примером что отец говорит сыну бни им ха хам лебеха сын мой если стало мудрым твое сердце и смах либи тогда будет радоваться мое сердце будет радость моем сердце гам они и тогда буду это тогда стану и я тогда стану я тем кем я должен стать потому что отец обязан мы же говорим шма израэль и обучишь словам этих своим сыновей то есть задача получив тору передать тору ты не можешь ее получить и не передать и это тоже прямо два раза в день говорит еврей в молитве шма израэль это главная молитва утром и вечером так заповедь из торы самая важная на даже важнее чем лему тура чем учить тору прямо написано что тот кто читает шма израэль утром и вечером вовремя это больше чем чем изучение тора почему больше здесь есть заповедь выполнения читать шма израэль а шма израэль это часть тора то есть у тебя есть там и тора и плюс заповедь шма израэль теперь дальше дальше следующий отрывок в это лозна кильютай бедабер свасейха мей шарим следующий отрывок шестнадцатый и будут ликовать мои почки дословно будут ликовать мои почки да пишет царь саламон когда будут говорить твои уста прямые вещи значит что имеют ведут царь саламон что будут ликовать мои почки у человека есть мысли как идет вот есть мысли чек мыслит он обдумывает какую-то вещь и он говорит о кофе кофе барух а то аду иной или номер холом шакольня бедору вот я глотнул кофе и подумал вкусный кофе и что в этот момент когда я оценил кофе как вкусные произошло в этот момент у меня по телу пошла волна удовольствия то есть когда человек когда человек оценивает мысль она не материально мысль она ну это просто вкусный кофе что это такое это просто два слова но мысль которая проходит сквозь сознание она начинает наполняться каким-то эмоциональным наполнением энергией и вот это вот энергия эмоция да она бывает позитивная бывает негативная но это это следствие производной от мысли теперь если я сказал себе что вкусный кофе и почувствовал куда удовольствие удовлетворение от этого кофе то у меня это прошла волна по телу и о почте это не почте как просто как почте да как это как а уже органы тела физические органы тела то есть почте это символ физического тела теперь продолжает 16 отрывки царь соломон как бы от имени отца который обучил сына торе и передал ему правильные вот эти вот правильные установки правильные навыки правильные знания этот отец продолжает будут ликовать мои почте то есть до этого и смахли би радуется мое сердце это у меня хорошие мысли радуется сердце в сердце у меня радость это значит что я себе говорю ох какой хороший сын как я хорошо его обучил ха-ха-ха следующий этап пошла энергия и начинают ликовать так вот это вот слово чрево я не знаю по клоет это почте это не чрево значит таалозно это как 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 танцевать то есть это же физическое выражение радости физически пошла волна радости по почкам а отчего отец радуется больше чем от мудрости своего сына он больше чем от мудрости своего сына радуется что у него у сына с фатейхом и шарим стали прямые уста что такое а прямые уста а значит здесь мал без малбима я бы не понял то есть я с утра вы что думаете я вот так вот все то что вам рассказывал сам додумался нет я это все выучил у великих мудрецов и поэтому я так радуюсь что что я прямо реально разобрался что здесь написано прям мне очень радостно значит малбим объясняет когда человек говорит о устах да и что такое прямота прямота это умение в любой ситуации найти короткий путь то есть есть кривой путь есть прямой путь прямота в устах это логика значит когда отец передал сыну установки он ему объяснил что такое хорошо что такое плохо что правильно что неправильно вот у ребенка у него есть установки но этими установками надо пользоваться а это сложнее это называется качество бина бина это сообразительность или логика понимать вещь из вещи как пользоваться этими правилами как делать выводы как сопоставлять то есть в какой момент какое правило применять потому что может быть такая история как мама послала дочку в магазин и сказала ей купить сметану дала ей деньги дочка все записала по правилам значит купить сметану и отдать продавщицы деньги прямо у него было на листике написано два шага всего купить сметану отдать продавщицы деньги хорошо она приходит дает продавщицы бидон и говорит мама сказала купить сметану продавщицы наливает сметану она читает дальше мама сказала деньги в бидоне дети были там в этом бидоне в этой банке понятно да то есть когда есть правило это еще не значит что человек может этими правилами воспользоваться ему нужна логика и вот когда отец обнаружил что он сыну передал не только жесткие правила и он их запомнил а еще и сын у него стали прямые уста он научился этими правилами пользоваться вот тогда отец уже полностью спокоен что все есть у него и правило и логика красиво вообще очень и последний у нас отрывочек последний отрывок у нас 20 на 45 17 отрывок это вообще отрывок основополагающий отрывок который вот реально является ключом к очень многим в жизни последствиям да это вообще уникальный отрывок 20 23 глава 17 отрывок это тоже продолжается воспитательная работа царь соломон воспитывает нас и показывает как отец должен воспитывать своих сыновей он нам говорит аль икане лебеха бехатаим пусть не завидуют твое сердце грешникам пусть не завидуют твое сердце грешникам ти имбэйрата шем коляем а только страху божьему весь день значит переводят вообще неправильно вот какой смысл в этой фразе значит первое первое смысл в этой фразе колоссальный первое правило это нам царь соломон сообщил в книге коэлит экклезиас он говорит что все дела в этом мире делаются от кенат иш лирео от зависти человека к своему ближнему даже хорошие дела то есть зависть это качество которое как в прошивку бог в силе в человека и она это качество есть она проявляется сразу у детей ребенок смотрит у другого ребенка есть игрушка что он хочет сделать забрать игрушку человек развивается наблюдая за другими людьми и хотя получить то что есть у них вот это вот же качество хотеть желание она является основной движущей силой но что человек может захотеть он может захотеть то что есть у другого человека другого нет варианта не могу я захотеть то чего никогда не видел вот например кто мечтает о тарамбуке кто здесь есть кто мечтает о тарамбуке кто-нибудь мечтает о тарамбуке никто не мечтает о тарамбуке потому что никто не знает что такое тарамбука я не знаю что такое тарамбука я только что выдумал это слово? Никто не может мечтать о том, чего он никогда не видел. И о том, что... Вот если бы Эитан сейчас сказал, о, есть такая тарамбука, это просто какая-то крутая вещь такая, и я просто тарамбука там, я не знаю. Нарассказал бы мне про тарамбуку, тогда я бы мог бы начать мечтать о тарамбуке. Правильно? Хотеть. Если бы Эитан сказал, у меня тарамбука есть, а у тебя нету. Тогда я начал бы ему завидовать, что у него есть тарамбука, а у меня нету. Понятно. То есть это как бы... Это прошивка, это установка по умолчанию, что в людях есть зависть. Теперь говорит нам царь Соломон и говорит, что так нужно воспитывать своих детей. Не завидуй грешникам. То есть если люди, они получают что-то запрещенным путем, то обратной стороной вот этого запрещенного будет всегда страдание. Не завидуй грешников, посмотри, как вот там, ну завидуют иногда, смотрят певцы, вот эти вот там, слава, популярность, деньги. Это страшно, как они все заканчивают. И никто не видит, чем они за это платят, какую цену они это получили. Обычно люди платят цену или до, или после. Но грешники, конкретно установка по умолчанию, закон, грешники будут страдать, это факт. Теперь, а чему надо завидовать? Говорит царь Соломон, что нужно завидовать страху перед Богом. Везде надо завидовать. То есть нужно завидовать не человеку, а тем качеством, которое у него есть. Потому что качество приобрести можно, а качество дадут тебе все остальное. Главное качество, которое самое крутое в мире, это страх перед Богом. Это умение прикрепиться к Богу, понять, что ничего в этом мире не надо бояться, ни к чему в этом мире не надо стремиться, а только к Богу. И все остальное написано все с неба. Все на тебя приходит с неба, кроме страха перед небесами. Это твой выбор. То есть на тебя реальность будет идти как каток, и ты не можешь ничего с этим сделать. Придет старость, придет смерть, это никуда ты от этого не уйдешь. И бояться этого нет смысла. Но страх-то есть, чего надо бояться? Бояться Бога. Когда ты боишься Бога, это как стержень, на который цепляется божественная мудрость, правильные действия и так далее. Теперь, если ты завидуешь качеством, то качество, любое качество ты можешь приобрести. Ты можешь приобрести настойчивость, ты можешь приобрести точность, ты можешь приобрести честность, ты можешь приобрести логику. То есть ты можешь приобрести любое качество. В этом случае, только в этом случае, зависть, она как страх. У человека есть огромное количество страха у любого. И ты не можешь от него избавиться. Только ты его можешь переформатировать на один страх. Страх перед Богом, страх согрешить. Но если я с этим страхом с одним работаю, то я тогда выполняю все, что нужно. Все остальное мне бояться нечего. Зависть. Она по-любому есть. Ты не можешь ее убрать. Но я зависть направляю на качество, которое я могу приобрести. Включая у себя эту зависть, она начинает работать на меня. Есть такое тина цофрим марбе хохма. Зависть мудрецов умножает мудрость. То есть если я завидую другому мудрецу, как хорошо он учится, как хорошо он там медитирует. Я не знаю, что еще мудрецы делают. Учатся, медитируют, соревнуются в своих каких-то вот размышлениях. Да? Так если я завидую этому качеству, тогда это увеличивает мою мудрость. Все. Вот такой у нас. Это был у нас 17-й отрывок. То есть грешникам не надо завидовать. Все, что есть у кого-то, за все это надо платить. И мы не знаем, какая цена. Если человек получил это через грех, цена будет слишком большая. И на это лучше точно не завидовать. А куда направить зависть? Зависть надо направить не хотеть быть как он, потому что ты не можешь быть как он. А хотеть получить вот эти качества, которые есть у него. И ты можешь их получить. Ты можешь приобрести любое качество. Ты можешь приобрести Тору. Ты можешь приобрести мудрость. Ты можешь приобрести божественное благословение. Все это мы можем приобрести. И надо завидовать одному. Страх перед Богом. То есть если есть страх перед Богом, богобоязненность, да, тогда человек, он, оп, находится в осознанности. Тогда он идет в правильном направлении. И Бог ему даст все, что ему нужно для того, чтобы быть счастливым. Все, друзья, удачи, успехов, значит, выводы у нас какие? Первый вывод, это, ну, опять же, позитивное мышление, управление своим сердцем, направление внимания на позитивные вещи, это первый вывод. Второй вывод, это зависть к святым людям, к мудрецам за то, что у них есть это качество, страх перед Богом, трепет перед Богом, и эта зависть вызовет у нас действия по приобретению этих качеств хороших, а приобретя качество, мы приобретем все плоды этих качеств, которые прилагаются. Все, удачи, успехов и прекрасного дня. Все, и поставьте плюсить, не плюсите, поставьте, что вам нравится страница, у нас 5 980, чтобы мы сейчас прямо, я уверен, что есть 20 человек, которые не ставили еще, что вам нравится страница, и будет у нас 6000, кому нравится страница, ровное число. И второе, обязательно напишите свои выводы и начните ими делиться. В сердце можно впечатать новые мысли, только если ты их формулируешь, и ты начинаешь ими делиться, и начинаешь действовать, исходя из этих новых мыслей. Все, это обязательно, выводы и действия, и поделиться. Вывод, действия, поделиться. Все, всем благословений, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы Бог вам дал здоровье. Все, о чем вы молите, чтобы Бог услышал ваши молитвы, вам дал. И заслугу того, что я молюсь за вас, чтобы Бог выполнил мои молитвы. Так что у нас вин-вин. Выиграл, выиграл. Все, пока.